Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 До полугода ребёнок, он, скажем так, не чувствует разницы. Ну, нет одного родителя, если уход физический, да, идёт всё, кормление, как бы присмотр, то ребёнок этого, ну, скажем так, не ощущает очень сильно. Вот с полугода до полтора, вот там ребёнок, он как бы переживает, потому что он считывает очень часто эмоции родителя. Ну, чаще всего мамы бывает так, если уже берём процентность всё-таки, что дети большей частью остаются с мамами, то он считывает именно вот этот настрой. А мамы в этот момент переживают, эмоционируют очень сильно. И ребёнок от этого, ну, скажем так, напрягается. Это всё понятно. Вот полтора-три, там очень много уже тех вот моментов, когда он не понимает, почему отсутствует один родитель. И тут возникают очень много тревожности и, скажем так, детского напряжения, потому что осознания ещё вообще нет, да, что происходит. С трёх до шести — это очень сложно эмоционально для них, потому что самое важное, они же истинно ещё развода не понимают. И объяснить на самом деле вот в этот период очень трудно ребёнку. И получается, что начинается появление вот этого чувства вины. Вот три-шесть — это вот самое такое колоссальное чувство вины у ребёнка. Он может говорить любому из родителей «Вернись, я буду себя хорошо вести». То есть он думает, что это из-за него? Да, он думает, что это из-за него происходит всё. Вот с девяти лет уже, ну вот нет, с шести до девяти, это получается тоже такой момент, когда ребёнок очень много тревожится, не понимает, кого выбрать. Здесь очень много вариантов того, что кто-то кого-то шантажирует. Ну это я позже бы сказала, но всё равно нужно об этом сказать. И поэтому ребёнок пытается угодить всем и вся. И с девяти до двенадцати — это такой момент, когда очень часто дети уже, ну как бы принимают самостоятельные решения, мнения по вот этой ситуации, и очень часто обвиняют кого-то из родителей. То есть так выбирают кого, и на него всё, вот виноват. Либо папа, да, либо во всём виновата мама. С двенадцати, скажем так, тревога, конечно же, есть. Но тут момент того, что наши подростки сейчас современные, я бы сказала так уже с двенадцати до подросткового возраста, они уже более адекватны, особенно если при условии беседы, ну всего остального, что мы потом доносим, да, и как мы доносим эту информацию, то здесь, конечно, уже попроще. Возможно всё-таки пройти через развод так, чтобы для ребёнка это не стало травмой в будущем, а может быть не так сильно влияло? Цивилизованная, ну как бы разводы, вообще это редкость, я вам честно скажу. Ну давайте не будем врать, да, ну редкость. Ну как бы есть обиды, есть эмоции, которые нужно пережить, потому что это всё равно потеря. Ну потеря устоявшегося, потеря норм каких-то, да, там привилегий, я не знаю, ну денежных, физических, каких угодно. То есть это уже что-то устоявшееся, поэтому, естественно, это сложно. Но опять же говорю, что по крайней мере ребёнок переживёт более спокойно всё, при условии, что родители будут быть во взрослом состоянии, скажем так, да, понимая о том, что им не только нужно развестись цивилизованно, но и ещё быть родителями этому ребёнку, то есть ответственными за него. Действительно, вот я в самом начале об этом упинула часто, ну взрослым-то людям тоже в этот момент больно и неприятно, и сложно держать свои эмоции под контролем перед ребёнком. Может быть, есть какие-то советы вот для взрослых, как действительно оставаться родителем и помнить, что вот есть вот такая ответственность? Ну вы знаете, вот самый вариант очень важный, что при том, что уже всё, вы поняли, вы разводитесь, всё же ситуация как бы уже сошла на нет. И тут смысл один, да, как удержать эмоции, тогда я бы сказала так, ну иногда есть, как говорят, подружки, ну там, друзья и подруги, да, которым приходят, начинают рассказываться, жаловаться, и всё это потом всё равно в дом приносится. Это самое одно из плохих вариантов, потому что по принципу здесь должен быть нейтралитет. То есть такая рекомендация, забегая вперёд, не говорить гадости про своего бывшего или бывшую супруга или супругу. Вот это самое важное. И желательно, конечно же, если уж на самом деле так всё плохо в эмоциональном вот плане, то желательно всё-таки обратиться к психологу. Лучше там мы контейнируем то, что нам говорят, как бы и даём определённые рекомендации, конкретно, да, пообщавшись с человеком, то есть уже понимая, что у него происходит. И это лучше сделать отдельно, чем выносить это всё в семье. И мне кажется, особенно важно понимать, что даже если человек там как супруг или супруга больше тебе не подходит, тем не менее это остаётся папой и мамой. Вы знаете, тут как раз есть такая очень хорошая фраза, что ли, если вы закончили как муж и жена, как мужчина и женщина, то вы навсегда остались семьёй, потому что вы папа и мама. Действительно. Вы уже упомянули, что в разном возрасте ребёнок по-разному воспринимает развод. Ну вот я понимаю, что всё равно это тяжело, но может быть есть какой-то возраст, в котором вот это наиболее меньше всего болезненно для ребёнка? Ну, так вот, опять же, сказать прям чётко. Ну, маленький, да, который совсем не понимают, там понятен процесс. Весь остальной период, понимаете, ребёнок же развивается, он воспринимает мир, и тут его самый главный мир, он рушится. Понятно, что это тяжело в любом случае, и ребёнка придётся поддерживать, подбадривать, объяснять. Но тут всё равно вот постарше, конечно, уже да, более легче они это воспримут, опять же, при условии, что не начнётся никаких манипуляций, шпионства, агрессии со стороны родственников участия. То есть здесь очень много вот таких пунктов, чего нельзя делать. Вообще процесс это длительный, но тем не менее есть же какая-то точка отсчёта, когда нужно сказать ребёнку, что вот папа и мама решили развестись. Как это правильно сделать? Вы знаете, самое главное, наверное, я бы сказала так, самый основной пункт, это то, что вы, ну, посмотрите там на ребёнка, что он не был голодный в этот момент, не болел, не был в стрессе или двойки какие-то, не наругали вы его. А в таком нормальное состоянии ребёнка вы сели вдвоём и озвучили. И очень главные слова ведь в том, что при условии, что мама и папа расходятся, мы продолжаем любить тебя вдвоём. Мы от тебя никто не отказывается, ни ты ни в чём не виноват. Это именно взрослые моменты того, что у нас закончились наши отношения. Но мы тебя любим, будем о тебе заботиться и никогда не будем врагами. Вот это тоже для ребёнка главное донести. Потому что когда ребёнок остаётся с одним из родителей, если родитель продолжает вот эту информационную воздействие, информационную войну, то есть как я, он нас бросил или она там нас бросила, то вы посмотрите, что переживает ребёнок. Внутри буря эмоций, потому что ребёнок любит родителей одинаково. Он любит папу и маму, какие бы они ни были. Какие бы у них ни были деньги или их нет. Били бы они или не били, его так вот воспитывали. Ребёнок любит своих родителей. И это для него настолько травма, что ему придётся выбирать. И здесь, кстати, ещё один тоже пункт, когда к нам приводят и говорят, очень часто жалуются родители, что дети лгут. И когда начинаешь, ну как говорят у нас в психологии, копать, да, глубже-глубже, выясняется, что при разводе в своё время был вот этот вот давление и шантаж, типа выбери, вот нельзя ни в коем случае заставлять ребёнка выбирать между и между. Он не может выбрать, он любит одинаково. И вот этот выбор заставляет его вилять, обманывать, хитрить, чтобы где-то с кем-то увидеться, вот из родных, допустим, втихаря, или ещё что-нибудь, созвониться, когда вот запрещают звонки, встречи. Это всё очень больно происходит для ребёнка. А на каком этапе лучше сказать? Перед переездом одного из членов семьи? Или, может быть, уже когда у родителей устаканились немножко эмоции? Когда лучше это сделать? Ну вы знаете, как говорится, если уже разруливать, то вначале между собой, да, вот эти все моменты обговорить. А потом всё-таки не так, как папа собрал вещи, я увидел. Ну, к примеру, это как опять же о папах так. Но всё равно, то есть один из супругов собрал вещи и ушёл. И ребёнок стоит, провожает его взглядом и не понимает, что происходит, понимая, что какая-то часть вещей пропала. То есть как вы потом, ой, нет, зайдите и давайте теперь поговорим с тобой. То есть, конечно, нужно уже сообщить, что да, мы идём к тому, что мы будем расходиться. То есть заранее, естественно, нужно до переезда сообщить ребёнку об этом. Если мы говорим о том, что нужно обратиться, всё-таки решили за помощью психолога. Здесь, наверное, ещё перед этим к психологу, чтобы немножко подготовить ребёнка. Ну можно, у нас, могу сказать, приходили такие пары, которые говорили, мы уже, в принципе, готовы к разводу, помогите, как объяснить ребёнку. Ну как раз вот какие-то определённые рекомендации мы давали, ну плюс спрашивали, что там за ребёнок, да, какой он там, как он всё воспринимает, какие отношения, насколько он эмоционален или нет. То есть там невозможно общих рекомендаций, да, то есть нужно обязательно уточнение какое-то, что и как. И, естественно, опять же, говорю всегда, говорить вдвоём. Опять же, на основе вашего опыта, вот какие ошибки чаще всего совершают родители, какие ошибки легче всего совершить? Ну, манипуляция ребёнком, то есть я тебе не дам ребёнка за что-то там. То есть ребёнок ограничен во встречах с тем, кто ушёл, ну вот так скажем. Второе, это, естественно, вот то, о чём я сейчас уже говорила по поводу того, что нас бросили, то есть там враги, а здесь друзья. Потом ошибка родственников. Ну, то есть всё, пожаловались, и родственники приходят, и бедный ты несчастный, и вот тот, кто ушёл, тот плохой. То есть там для родственников, бабушки, дедушки особенно, должен быть нейтралитет. Но этого очень часто не бывает. Ну, это очень сложно, мне кажется. Да, но вот, и бывает иногда тоже приводят бабушек, дедушек, что вот скажите, и пытаемся объяснить, что вы, конечно, можете поливать кого-то из супругов грязью, но смысл? Ребёнок, он всё это запоминает и не прощает этого потом. Вот в чём дело. И вырастают потом взрослые с обидой на то, как было. А действительно, вот, мне кажется, вот миф это или правда, что дети, которые выросли в неполных семьях, часто потом тоже разводятся или не могут завести отношения? Ну, вот если негатив идёт, то вот эти негативные паттерны, они потом считываются и уходят во взрослую жизнь. Ну, так, чтобы, да, сказала умное слово. Паттерны, ну, это шаблоны, скажем так, жизненные. Это да, оно переносится. Оно переносится просто потому, что если это особенно длительно, и вот если приняли решение ради детей, вот это ради детей, потом всё вот этот негатив, он переносится. Ну, терпели же, ну, и я вот с таким же отрицанием каким-то. И это же тоже недоверие. Девочки очень часто, ну, это в психологии, знаете, такое есть, девочки очень часто выбирают пример своего отца. Мужчину похожего на своего отца. Это не говорится там копии, ну, как-то всегда говорят, ну, нет, не, не, он же не копия, ну, похожие. И вот представьте, если были отрицательные моменты, воздействия мамы, что вот он плохой, он плохой. А похожесть выбирает, ну, да, я такого же, как мама выбрала, плохого. Ну, то есть такие моменты. Если вот этот вот момент мужской такой, до свидания, вот ты родила и воспитывай, ну, есть и такие, мы знаем о таких вещах, то мальчик, который потом это берёт, он выбирает, смотрит, значит, ага, мама злилась, ну, то есть, ну что. Ну, значит, женщины вообще сами по себе такие злобные существа, мы, в общем-то, не всегда злобные, давайте так. Ну, и во-вторых, конечно, я могу развернуться и уйти, тоже вот эта часть безответственности иногда бывает. Оно всё складывается, то, что мы приносим. И даже если, ещё раз повторюсь, разошлись, то если мы цивилизованы, вот такую бы рекомендацию сразу дала, когда, даже если вы расходитесь, проводить с ребёнком совместные встречи. То есть, когда вы можете выйти, ну, в кино сходить, ну, в парке погулять. Все вместе. Да, потому что вы остались мамой и папой. И совместные иногда прогулки, это не обязательно, ну, там прям вот всё, мы наладим отношения, но вместе мы мама и папа. И показать ребёнку, что мы можем увидеться и можем коммуницировать нормально, ну, то есть, разговаривать хорошо и как у тебя дела, у меня всё хорошо, хотя бы самыми, знаете, такими простыми и добрыми фразами, это уже хорошо для ребёнка, для детской психики. Ну, и напоследок тоже, мне кажется, такой всеобъемлющий вопрос. Если всё-таки появляется новый член семьи со временем, если там мама или папа снова выходят замуж, женятся, как это объяснить ребёнку, как это преподнести? Ну, вы знаете, так, я бы сказала так. В любом случае не включать ребёнка вот в это шпионство, а как в той семье, да, как вот в той, то есть вот это вот, чтобы, опять же, ребёнок не был между нескольких огней, если есть такая возможность, а желательно, ну, как я всегда говорю, она есть, но иногда родители почему-то её упускают, возможности знакомить очень медленно. Потому что, знаете, как я скажу так, родитель принял решение второй раз жениться или выйти замуж. Ребёнок этого не просил, потому что он ещё этого просто не понимает в любом случае. Поэтому подход должен быть такой, знаете, медленный. Знакомство, общение. И вот я всегда говорю между новыми, да, супругами, это общение и обсуждение с ребёнком, ну, о жизни какие-то разговоры. Вот когда есть общение, да, и демонстрация позитивных таких эмоций, принятия, то это, конечно, работает на то, что ребёнок открывается. Очень часто бывает, опять же, про бабушек и дедушек немножко помяну, как бы говорят, мачеха и отчим, да. Я всегда говорю, ну, зачем говорить такие слова? Ну, пожалуйста, можно по-другому. Скажите, жена отца или муж мамы. То есть, пожалуйста, ну, как-то мягче. Ну, почему именно такие страшные слова сразу, особенно вот когда это маленьким детям начинают говорить, они сразу, ну, идут в напряжение. Это вот, и, наверное, последнее бы то, что сказала, что всё-таки вот момент того, что определённый устав должен быть в семье, да, и ребёнок должен находиться в той жизненной ситуации, в которой он проживал дальше, ну, вот и раньше. И вот не ломать всё сразу, а потихонечку встраивать какие-либо новые правила, если ребёнок проживает, да, с вами, с новым там супругом или супругой, то это стоит делать. Большое спасибо за ваши советы, мне кажется, сегодня было много полезного и такого применимого. Друзья, я напоминаю, у нас в гостях была Екатерина Кузьменко, заведующая отделением социально-психологической помощи Центра социальной помощи семьи и детям. Это была программа «Актуальное интервью». Мы с вами увидимся в эфире телеканала НТС. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова